Видели ли вы хоть раз витамины, в которых есть все? И витамин D, и витамин C, и витамины группы B, вообще все. И, к сожалению, есть ошибки, которые приводят к тому, что люди тратят деньги зря, люди тратят энергию зря, а иногда даже делают себе хуже этими витаминами. Чтобы не делать ваш кал дорогим, давайте разберемся, какие ошибки существуют при приеме витаминов. С вами Панасюк Николай, онлайн школа фитнес-антериологии GetFit. Давайте начинать, смотрите до конца. Первая ошибка – это пить витамины не по потребности. Что такое не по потребности? Это, например, у вас в организме уже все хорошо с поступлением тем или иным витамином. Ну, так сложилось, да, то есть как бы вы об этом не знали. Но при этом кто-то во дворе, или кто-то на работе, или кто-то в интернете сказал, что вот этот витамин тебе поможет. Вы берете, его пьете, а толку никакого. И думаете, ну, наверное, производите плохой. Или думаете, ну, наверное, обманули меня. На самом деле витамин-то работает, просто он не нужен вашему организму. Это когда у тебя, например, проблемы с энергией. Ты такой включил YouTube-канал, посмотрел такой, о, Панасюк сказал, типа, на витамин D влияет на энергию. И ты такой, о, буду пить витамин D. А у тебя с витамином D все хорошо. Именно поэтому принимать витамины нужно не по причине осени, весны, а витаминоза, или потому что подруга с вами посоветовала, а на основе анализа в крови. Точка. Второе. Это синтетическая форма. Честно скажу, я сейчас этот видеоролик снимаю за границей, за не в России. И в последнее время очень много путешествую. И как вы думаете, куда я первым делом попадаю после того, как попадаю в новую страну? Правильно, это в аптеку. Потому что мне реально интересно, какие витамины продаются там, и я сравниваю это с Россией. Я не буду говорить о том, что как в России все плохо, все загнило, и в СССР было лучше. Нет, ни в коем случае я скажу одну простую вещь, что фармакология у нас, к сожалению, отстает в сравнении с некоторыми странами. Потому что если я захожу, например, в аптеке, например, в том же Турции, банально, то там очень хорошие формы витаминов. Многие из вас слышали, что есть синтетическая форма, да, вот как будто бы плохо усваивается. А есть органическая форма. И вот, к сожалению, большинство, то, что продается на русскоязычном пространстве, и даже те витамины, про которые вы подумали, а вот эти, наверное, хорошие. И они тоже с синтетической формой. Потому что когда я людям говорю, нужно смотреть не фирму, а форму, люди такие, а вот эта фирма хорошая, не фирма, а форма. И даже в тех формах, которые многие люди говорят, вот они хорошие, потому что у них есть бренд качества. Ребята, я знаю, как работает маркетинг. Я знаю, что можно продать все, что есть, если сильно захотеть. Поэтому, пожалуйста, я вас призываю смотреть не фирму, а переворачивать состав и читать активную форму вещества. Так вот, например, в том же самом Стамбуле очень много в аптеках продается хороших форм витаминов. Что это такое? Очень часто, когда девушка беременна, ей советуют фолиевую кислоту. Возможно, вам тоже советовали, вспомните, да, или, возможно, вы слышали. Но это синтетическая форма витамина, потому что органическая форма называется фалат. Ну, то есть метилфалат. Метил-тетра-гидрофалат. Сложное название, запомните, просто метилфалат. Это говорит о том, что присоединение с точки зрения биохимии метильной формы помогает более лучше усваиваться. Потому что именно эта органическая форма и присутствует, знаете где? Правильно, в наших продуктах питания. Но, так как в продуктах питания очень мало дозировка витаминов, а тем более невозможно едой восполнить дефициты, которые у человека уже есть, то нужно подобрать, во-первых, хорошую форму, а во-вторых, хорошую дозировку. И вот это очень важно. То есть, например, аскорбиновая кислота, витамин С, все из вас слышали. Но хорошая форма, например, витамин С с биофлавоноидой. Это вещества, которые, например, содержатся в болгарском перце. И они помогают более лучшему усваиванию аскорбиновой кислоты. А те шипучки или те аскорбинки, которые нам давали в детстве, они имеют больше синтетическую форму и не в полной мере усваиваются, и дают очень малый эффект от своего применения. Третья ошибка – это желудочно-кишечный тракт. Я часто привожу аналогию, что желудочно-кишечный тракт – это прокладка между тем, что человек кушает, и тем, что попадает к нему в кровь и формирует волосы, кожу, иммунитет, здоровье в целом. И вот эта прокладка, если она будет очень плотная, грубая, то она не будет пропускать все полезные питательные вещества, даже которые мы пьем отдельно в виде витаминов. Потому что многие люди пьют витамины, ну, потому что сказали – полезные, здорово, классно и так далее. Но при этом забывают, что есть маленький нюансик, что пить просто недостаточно, нужно, чтобы это усвоилось. И для того, чтобы усваивалось, очень важно здоровый желудочный кишечный тракт. Потому что в нашем желудке есть соляная кислота или желудочный сок, очень часто вы могли слышать. Этот желудочный сок, внимание, помогает нам усваивать, помимо его других функций, витамины группы В, витамин С, а это как раз-таки то, что очень часто есть в комплексных витаминах, да. Но просто банально, мало того, что мы в синтетике можем пить, так еще и усваивать плохо. Как бы зачем пить? Лучше бы, не знаю, эти деньги с окна выкинули, было бы интереснее, забавнее. И самое, что интересно, когда человек восстанавливает желудочный кишечный тракт, то большая часть витаминов, которые мы с вами еще можем получить с продуктов, потому что сразу не буду вам тут розовых единорогов вешать, и говорить, что вы с продуктов получите все витамины. Ну, те, которые могут быть в дефиците. Вы никогда не восполните за счет еды большие дефициты. Например, витамины группы В не восполните в полной мере. Например, витамин Д не восполните в полной мере, даже находясь в солнечных городах, странах и прочее. И это очень важно запомнить. Но, когда у человека хорошо работает желудочный кишечный тракт, то те витамины, которые еще поступают с едой, они будут хорошо усваиваться. Даже витамин С, если человек кушает достаточное количество, например, зелени, например, красный перец, и все источники витамина С, которые есть, я очень часто про них говорю, то с большей вероятностью он будет получать меньше будет кровоточивость десен, меньше будет проблем с носовыми кровотечениями и других проблем, которые выражаются в дефиците витамина С. А все как раз-таки где? Правильно, вот здесь, желудочный кишечный тракт. Поэтому я бы порекомендовал, вот прямо от души, послушайте меня сейчас внимательно, ушки на макушке, глазки на бровке, не тратить деньги на витамины, потому что 95% люди просто спускают деньги в никуда. А потратить и инвестировать, я бы сказал даже, время и жизненную энергию в обучение. Потому что все беды у нас не от наличия или отсутствия ресурсов, а от отсутствия знаний. И приглашаю вас именно поэтому на трехдневное мероприятие, где мы с вами и разберем, а нужны ли вообще вам витамины. То, что я говорил в первом пункте, потребности. А какая форма витаминов вообще есть хорошая, плохая? А как восстановить желудочный и кишечный тракт? А какие продукты питания помогут восполнить те самые витамины, которые не нужно применять просто так, и помогут сделать ваш организм более здоровым? В общем, три дня, понятная, четкая выдержка. Приходите, получаете алгоритм, получаете здоровое и стройное тело. И самое главное, что это бесплатно. Внизу ссылка на регистрацию, обязательно регистрируйтесь, если хотите инвестировать. Самое главное, что есть в вашей жизни, это вы, ваше здоровье и ваше хорошее самочувствие. Четвертое. Это антагонизм. Это, кстати, тоже одна из причин, почему очень важно зарегистрироваться на мероприятие, на бесплатное тем более. Потому что я очень часто говорю про неусваиваемость тех или иных витаминов вместе. Например, витамин В12. Очень часто мы про него говорили, что он очень важен для желудочно-кишечного тракта, для центральной нервной системы, чтобы у нас ничего не болело, чтобы у нас было хорошее настроение. Но этот витамин, он не любит практически никого. И очень часто его смешивают абсолютно со всем. С В-шками, с другими смешивают, с витамином Д смешивают, с витамином С и так далее. И если у человека есть дефицит этого витамина, очень важно помимо дозировки еще его отдельно вынести от других витаминов. Потому что это трук, который не любит никого. А я, кстати, реально забыл выпить витамин В12 сегодня. Это можно оставить, потому что у меня тоже есть по анализам крови определенные дефициты. А если ты выпьешь, вот я, например, беру горсть, у меня там сразу все лежит, и витамин В12, то что? Хуже усвояемость будет. Ну, то есть из 100%, условно, у тебя усвоится вместо 30-50, как бы они 100% никогда не усваиваются, у тебя усвоится, например, там 10-20. Ну, то есть ты получаешь биологического вещества кратно меньше, если у тебя есть конкурентоспособность с другими витаминами. Цинк желательно применять. Он хорошо сочетается с витамином С, с витамином А. И его можно после обеда, после ужина сразу поели. Он классно усваивается. Витамин А и цинк – это вообще два лучших неразрывных друга. Вот я в своей голове уже давно простроил такие параллели, и это несложно. То есть особенно, когда у тебя есть по анализам крови дефицит, ты такой знаешь, когда что применять. А я вот слышал то, что цинк, когда пьешь, медь падает, я тоже их вместе закидывал. Нет, так не работает. Ну, то есть там не происходит такая борьба, типа кто победил, тот и усвоился. Нет, просто в любом случае они оба усвоятся, но гораздо меньше и дозировки. Ну и последнее. Пятое. Оно, возможно, не очевидно и не сразу бросается в глаза, но это отношение как волшебные таблетки. Приведу классический пример. Вот я когда прихожу на любое обучение, я такой спрашиваю наставника, назови мне классические ошибки, как здесь новички поступают, чтобы я так не делал, потому что успех уникален, ошибки типичные. Классическая ошибка. Не ем нормально, пью, а бы что, да, пью какие-то газировки, какие-то сладкие напитки, не сплю, не тренируюсь, а бы как питаюсь, хочу попитался, хочу не попитался, бургеры, пиццы, шоколадки, плюшки, конфетки. Но я разделяю витамин В12 от витамина Д, потому что услышал, что они вроде бы как конкурентоспособны. Я люблю эту историю, но интерес от этого только в одном, как бы обманывать самого себя. Поэтому это не волшебная таблетка. Я честно признаюсь, когда человек восстанавливает даже базовые рекомендации по пищеварению, сну, питанию, двигательной активности, я вам клянусь, схемы по витаминам, от любой схемы, которую я могу дать по рекомендации, вы просто улетите в космос. И вопрос только в одном. Как бы и в одном, и во втором случае вы улетите в космос. Вопрос, насколько вы там долго останетесь. Потому что как только у тебя не будет фундамента питания, пищеварения, двигательной активности, при отмене этих нутрицептиков, схем, витаминов, все обратно вернется. Но когда ты выстроишь фундамент, то ты улетишь в космос по энергии. Я утрирую, конечно же. Ну, самочувствие будет лучше, энергии будет больше, кожа будет лучше, волосы будут лучше. Но ты при этом останешься в этом космосе. Приведу пример. У меня была девушка, она очень хорошо разбиралась в теме здорового образа жизни, правильного питания. Ну, в целом она была подтянута и хорошо выглядела. И вот как раз-таки ей, так как у нее уже были базовые блоки закрыты, то есть у нее не было лишнего веса много, у нее там было более-менее с образом жизни, нормально работало пищеварение. Это по анализам тоже можно определить. И я ей прописал схему по энергии. Я эту схему, кстати, во вторую книгу добавил, потому что кто-то мне, она мне, кстати, сказала, что эту схему можно продавать за большие деньги. Почему так работает? Потому что человек выстроил фундамент. Витамины-то они сильно, ну, не играют большой роли. И у нее через 4 дня, цитата, прошли головные боли, ушла сонливость в течение всего дня, легко просыпаюсь, легко засыпаю. Цитата. Я думал, что когда я отменю, все уйдет обратно. Но это состояние уже несколько недель у меня остается, поэтому огромное тебе спасибо. А все почему? Потому что мы закрыли фундамент и только сверху приятным дополнением добавили витамины. И только в этом случае это будет работать не как волшебная таблетка, а в долгосрочную раз и навсегда. Обязательно приходите на трехдневный эфир, ссылка на который внизу под этим видео. Следите за своим здоровьем и за нашим YouTube-каналом. С вами был Панасюк Николай. До встречи в следующих видео. Пока.